Диего Мартина 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 и уволился, вот, а в квестере его еще официально никуда не назначили. Так что, наверное, живет на зарплату жены. Итак, еще раз, что поднять нашего ребенка квестеру или вернуть к жизни оказалось сложнее, чем я думал, но мы этим занимаемся. В начале августа, по-моему, он писал, что дела продвигаются быстрее, чем я думал. Сейчас все оказалось сложнее, чем я думал. Ну, август идет быстро, и Диего пишет, потому что я не работаю, пожалуйста, типа, ну, будьте спокойны, сохраняйте спокойствие, это наш месяц. То есть, типа, если бы Диего уже пригласили в качестве, там, генерального директора, он бы ускорил всю работу, все процессы. А типа, его не назначат, и поэтому все медленно. Ну, тогда непонятно, а что резину тянут. Пожалуйста, приглашайте Диего. Он прямо как горячий конь бьет копытом, уже готов к работе, уже готов поднимать ребеночка квестеру. Так, да, я еще дома. То есть, его там спрашивают, он в Дубай, может, уехал? Нет, я дома. Ему тут написали, что Диего еще до конца августа остался 21 день, и мы увидели обновление языков в кабинете Агамы, квестер ворлд, и на сайте квестер ворлд, и в бэк-офисе. И Диего пишет, вот видишь, мы кое-что меняем. Меняем сертификаты языковые. Да, это просто глобальные изменения. Так, I'm here. Не переживайте, я здесь, чтобы позаботиться о моей семье. Короче, не парьтесь, ребята. Диего с нами, да. Так, тут какое-то удаленное сообщение. Нет, наша дата это август. Кстати, сегодня 10 августа. Вообще-то это означает, что 3 августа уже прошла мистер Диего. Пора бы вам там пошевеливаться. Времени остается все меньше. Часики-то тикают. Так, его спрашивают, как ты? Я все хорошо. Там я замечательна, моя семья. А знаете ли вы что-нибудь о внутренних обменах? То есть, я так понимаю, это, наверное, внутренние переводы между пользователями. Всегда ли они будут доступны? Диего отвечает, вообще это относится к Агаму, но, насколько я знаю, да, будут доступны. То есть, ну, типа, внутрянку можно будет и дальше использовать. Вот, Марка опять спрашивает. На данный момент в 5 ветрах, 5 wins, можно обмениваться внутренней валютой. Но я спрашиваю, а позднее, когда компания, типа, запустится снова после реорганизации, можно ли, можно ли будет продолжать пользоваться? И Диего опять отвечает. Насколько я знаю, да, будет, будет возможно. Аксель спрашивает. У меня есть друг, и он хочет отдать свой аккаунт другому человеку. Это возможно? Диего отвечает. Диего пишет, что он не получит никаких бонусов. Как только мы обнаружим, что он передал аккаунт другому человеку, этот аккаунт будет закрыт. Вот так. Так, вот ему задают вопрос. Каковы у компании планы? Только выплатить деньги и все, и типа закрыться, или работать на протяжении многих лет? И Диего отвечает, мы стартуем снова, не только для того, чтобы заплатить, но и для того, чтобы работать, как это было в начале. Спрашивают. Вы предсказывали, что Квестра будет работать снова, и была информация, что откроется с 1 по 15. И мы типа расстроились, потому что we're not fooled anymore. Вот это не очень понятно. Fooled? Ну вообще типа, fooled это когда кого-то обманули, да? Мы очень опечалились, потому что нас больше никто не обманывает. И вот здесь Диего пишет, нет. И Диего отвечает, нет. Я сказал, что в первые 15 дней после открытия будут платить директорам, которые поедут в Дубай. Я никогда не давал дат. Так, тут опять обсуждают насчет обмена внутренней валюты. И Диего отвечает, ну насколько мне известно, будет возможно переводить нутрянку, но я не занимаюсь деньгами. То есть я не управляю деньгами. Это Агам занимается. Но я думаю, да. Тут о вас спросили, были слухи, что будет криптовалюта Квестра Коин. Что скажете? Диего отвечает, это только слухи. Джейсон спрашивает, но в августе осталось всего 20 дней. Если директора будут получать выплаты до 15 августа, то после мы можем выводить, типа, как мы будем выводить наши деньги в августе. Спасибо. Но этот товарищ, как бы, не до конца понял, что Диего имел в виду. Насколько я понимаю, Диего, он говорит, типа, компания запустится, и первые выплаты начнутся, и первые 15 дней выплаты будут идти только директорам. А уже после всем остальным. Вот Диего здесь пишет. Не до 15-го. Я еще раз объясню. Да, вот. Что платежи, то есть выплаты, будут сначала открыты людям, которые поедут в Дубай. А через 15 дней будут открыты уже для всех. Вчера его тут спрашивают, типа, видимо, где вчера был, почему не было сообщений. Он пишет, что вчера я ничего не писал, но я в чате и всегда слежу за сообщениями. Вот вопрос. Приветствую, мистер Мартин. Привет из Бельгии. Вот вы говорите, что один товарищ, он участвует в 10 разных компаниях. Что можно сказать насчет бонуса ему? Потому что много людей и больших лидеров также имеют, по сути, инвестиционные портфели. Деньги работают в разных компаниях. Мы верим в компанию с самого первого дня и мы все еще ждем. Помогите нашей команде и нашим людям. Ждем, короче, когда компания снова откроется. Диего отвечает, чтобы получить бонус, ты должен выполнить несколько условий. Одно из этих условий, ты должен работать только в компании Квестра. И в этом случае там будет действовать какая-то другая процедура, like in the past. Наверное, проверка на полиграфе имеется в виду. Видите, какая логика интересная? Ты должен быть верен компании Квестра на 100%, а если куда-нибудь сунешься в другую компанию, то бонуса не получишь. А вот компания тебе ничем не обязана. Если захотим, если нам так понадобится, мы можем тебе год ничего не платить. Выживай как хочешь, питайся подножным кормом там, не знаю, грибы, ягоды собирай. Ну, работай, ты же лидер. Так, вот спрашивают. У нас сложная ситуация, потому что наша команда, наши ниже стоящие партнеры постоянно спрашивают каждый день одно и то же. И мы немного находимся в растерянности, потому что говорилось, что месяц август станет месяцем действий. Но пока мы этого не видим. Что произойдет с обучением директоров? Если обучения директоров не будет сейчас, означает ли это, что наши платежи переносятся на сентябрь? Тут написано, we have back to school. Типа, мы должны снова идти в школу. Не очень понятно, какую школу имеется в виду. То ли человек учится в какой-то школе в средней, не знаю. Как мы это будем делать? Диего отвечает, в августе у нас не будет никаких лидершипов. Тут он говорит, сейчас я открою компьютер и буду писать быстрее. Раймон спрашивает, а есть ли выходные или отпуск для брокеров этим летом? Я так понимаю, он спрашивает про 25 волшебных управляющих, которые умудряются получать прибыль даже тогда, когда деньги заморожены. Диего отвечает, ну я об этом моих партнеров никогда не спрашивал. То есть типа Диего не знает. Райнер спрашивает, когда вы попадете в Дубай, будет ли достаточно времени, чтобы решить проблему с платежами в августе? И Диего отвечает, да, времени будет достаточно. Диего пишет, народ, я поднимаю компанию из ниоткуда, ну дословно. Наверное он имеет в виду с нуля, хотя собственно компании уже не один год на рынке. Почему с нуля? То есть я поднимаю компанию с нуля и мы можем все сделать. Ну посмотрим. Тут его спрашивают, можете ли вы понять, что эта встреча будет не в этом месяце? И Диего пишет, мы стараемся, чтобы было несколько директоров и мы обсуждаем разные вопросы. Не очень понятно. But the people we want to start here. Но народ, который мы хотим стартовать здесь. Или обращение такое. Но народ, мы хотим стартовать здесь. Где здесь? В Мадриде? В августе? Диего в своем репертуаре. Вот тут один инвестор жалуется. Диего, пожалуйста, решите вопрос инвесторов Агам. Инвесторы в Агам не получают еженедельных начислений, а в пяти ветрах получают. Пожалуйста, решите как-нибудь вопрос. И Диего отвечает, я сказал, что все компенсируем. Видите, как волшебные управляющие интересно работают. Да, вот в пяти ветрах прибыль начисляется каждую неделю, а вот в Агаме почему-то не начисляется. Видите, как интересно. А вот хороший вопрос Майкл задал. Мы понимаем, что это все нелегко, но что означает, что ты поднимаешь компанию из ничего? Потому что мы получаем еженедельную прибыль. То есть это означает, что компания работает, она активна. Как же ты можешь говорить, что поднимаешь компанию с нуля? Раймонд спрашивает. Приглашения будут посланы на электронную почту? Да. Сначала будет приглашение на электронную почту, потом будет звонок. Так, вот спрашивают, директора, которые написали в поддержку и которым не отвечают, нужно ли им написать снова или они уже получат электронную почту от компании? И Диего отвечает, что наша поддержка на данный момент очень занята и компания не работает на 100%. Вопрос. Директоров пригласят Дубай на большое мероприятие или их просто пригласят отдельно? Диего отвечает, отдельно. Вопрос. А что относительно тех, которые перевели деньги, но не смогли приобрести портфель или инвестиционный пакет? Будет ли им выплачена компенсация? Диего отвечает, да, Агамо это сделает. Тут спросили, что человек не может попасть в свой аккаунт, что ему делать? Диего написал, напиши в поддержку и жди. Дальше Диего пишет, я здесь всегда, я человек и я все это делаю ради вас. Вопрос. Сколько еще осталось ждать, Диего? Я надеюсь скоро, но пока я не могу говорить. Привет, моя дорогая Эльмира. Вопрос. Если агент достигает статус директора, получает ли он приглашение раньше всех остальных? Или это касается только существующих директоров? Мы так не делаем. Мы делаем студию. Не очень понятно, что за студию он делает. Чтобы вырастить больше директоров. Например, если один золотой директор, ему нужна серебряный. Need one silver. И у нас есть несколько, кто достиг этот уровень. То мы звоним одному. И потом звоним другому. Это то, что мы делаем. Не очень понятно, что он тут объяснил. Золотой директор. И потом нам нужен еще серебряный директор. И у нас есть несколько, кто достиг нужный уровень. Майкл пишет, Диего, люди очень воодушевлены, но ты должен понять. Например, я жду уже 15 месяцев. 15 месяцев у меня нет никакой информации, ни платежей, ничего. Поэтому я надеюсь, ты понимаешь, в каких я чувствах. А Диего отвечает, да, я тебя понимаю. Я стараюсь тоже вникнуть в твою ситуацию. Поэтому я работаю тяжело. Но ты должен понимать, что я всего лишь человек. После открытия можете представить, что компания будет работать четко, и слажена под руководством мистера Диего. А Диего отвечает, мы этого хотим, и мы над этим работаем. Мистер Диего, что насчет старых платежных систем, когда мы начнем? Диего отвечает, этим занимается Агам. Человек пишет, если бы была назначена конкретная дата, то люди бы были более расслаблены и более терпеливы. А у нас уже 10 августа и никаких официальных новостей. И я переживаю, если быть честным. А Диего отвечает, мы это все сделаем, когда закончится реорганизация. Я это уже говорил миллион раз. Как здоровье господина Рабала? С ним все в порядке? Да, ему лучше. Принимает таблетки. Аксель спрашивает, касательно директоров, которые поедут в Дубай, им действительно заплатят первыми, чтобы у них были деньги на перелет в Дубай? Диего подтверждает, да, у них будут деньги для путешествия. Дальше он пишет, мне надо уйти, но после обеда я вернусь. Это все новости от Диего на 10 августа. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok